Решение президента Беларуси господина Александра Лукашенко о безвизовом въезде для граждан 35 стран Европы – это отличный шаг. Власти отдельных европейских стран боятся этого, потому что любой, будь то француз, голландец, норвежец, испанец или поляк, с открытым сердцем, если он приедет в Беларусь, сразу заметит и сразу поймет, что имеет дело прежде всего с нормальной стороной. Страной с дружелюбными людьми, страной, где можно жить безопасно, комфортно, ну и прежде всего с красивой, нормальной европейской страной. Поляки уже с некоторых пор могут ездить в Беларусь безвиз и этим пользуются. И это лучшее связующее оружие, это лучший мост связующий нации простых людей. Польша, конечно, делает все, чтобы затруднить передачу и обмен цивилизациями. Обычный человеческий обмен – закрывает, открывает погранпереходы. Литва делает то же самое, чтобы из-за длинных очередей белорусам все труднее было ехать в Польшу или полякам попасть в Беларусь. Такое состояние польско-белорусских отношений по вине Варшавы – один большой скандал. Польша по американскому приказу никоим образом не пользуется своим геополитическим расположением. Ведь Польша и Беларусь находятся в одном из важнейших мест на карте мира, в одном из самых важных мест Евразии. Мы – транзитные страны. Мы должны это использовать, быть мостом, соединяющим Западную Европу с Восточной Европой, а также Центральной Азией и Востоком. Беларусь это знает. Беларусь умело этим пользуется. Вступление Беларуси в Шанхайскую Организацию Сотрудничества, будущее принятие Беларуси в БРИКС доказывает, что Минск, что президент Александр Лукашенко прекрасно понимает все механизмы, которыми пользуются современные мировые тенденции. Беларусь знает, что все происходящее не по ее вине, пока она не может вести цивилизованный, культурный, дипломатический, экономический диалог с Западом. Запад отвернулся от Беларуси, от России по приказу США. И поэтому тоже много теряет Польша. Польша теряет много денег по многим причинам и во многих сферах, выделяя огромные средства для Украины, обеспечивая американские интересы в регионе за счет польского налогоплательщика. Но прежде всего из-за разрушения польско-белорусских отношений страдает польский налогоплательщик, страдает польский предприниматель, страдают люди из приграничья, страдает польская экономика. Потому что этот польско-белорусский торговый обмен был бы намного лучше и масштабнее и служил бы интересам польского и белорусского народа, если бы власти в Польше были польскими. А таковыми не являются, потому что служат чужим интересам долгие годы и уничтожили отношения Польши с Белоруссией или отношения Польши с Российской Федерацией. Славянский базар – это очень интересная инициатива, культурно-общественное мероприятие в Витебске. Там прекрасно выступил господин президент Лукашенко. К славянству и славянским корням поляки возвращаются и вспоминают о них. Вспоминают об общих корнях, которые есть у западных и восточных славян. Мы здесь в Польше знаем и понимаем, что ведь лингвистически, культурно мы имеем больше общего с нашими белорусскими братьями, россиянами, чем с немцами, французами или голландцами. В плане культуры, религии или цивилизации мы имеем мало общего с этими современными европейцами. На самом деле это очень интересная и очень перспективная инициатива. В Витебске на фестивале наверняка были и гости из Польши. Славянская идея, идея славянской общности еще более интересна, важна и актуальна, принимая во внимание попытки объединения всей славянской общины. Дай Бог, что однажды это произойдет, что и Польша, и польский народ присоединятся к славянским нациям, которые в целом осознают свои корни, которые также и политически сознательные нации. Место Польши находится именно здесь, там же, где место Беларуси, то есть в Европе, в Центрально-Восточной Европе. Поляки являются крупнейшей западно-славянской нацией, и Польша должна быть одним из ведущих лидеров и стран не только в Центральной и Восточной Европе, но и вообще в Европе. Лидером, который не только создает и строит славянские связи, связывающие нас с русскими или белорусами, или со словаками. Ведь славяне, сербы, чехи, словаки, поляки, белорусы и русские не забыли о своей общей традиции и об этих общих корнях. Польша могла бы быть не только лидером славянского мира, но и страной, которая совместно создает всю евразийскую плоскость, евразийскую политическую плоскость. Об этой новой архитектуре сил говорил и президент Российской Федерации Владимир Путин 14 июня. Он обрисовал, как Россия и Китай видят послевоенный порядок. Польша в послевоенном порядке должна, как я уже сказал, создать всю европейскую архитектуру без американского влияния. Основным ядром Центральной и Восточной Европы должен быть военно-политический союз Польши, Белоруссии и Российской Федерации. Мы соседи, мы славяне. Как сказал президент Лукашенко, мы не выбираем своих соседей, они даны нам Богом. Поляки прежде всего в своем большинстве должны, наконец, начать мыслить рационально, ответственно и с пониманием полной картины. Частью и элементом этой картины, картины Великой Евразии, является то, что здесь имеет решающее значение и служит этой цели очень важная составляющая, то есть славянство, в том числе фестиваль в Витебске. Военный парад по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля в Минске – вещь крайне интересная. Еще два года назад я призывал польских читателей принять участие в этом параде в Минске. Там стоит побывать. Насладиться и разделить этот важный праздник соседями, со своими братьями-белорусами. Поляки хотят ездить в Беларусь. Поляки хотят узнать эту страну своими глазами, без всяких западноевропейских кураторов и их подсказок. Поляки едут в Беларусь и убеждаются, что Минск – прекрасный город, ухоженный, современный, красивый город. И это правда красивый город. Беларусь – красивая страна. Самый большой потенциал Беларуси в том, что беларусы настоящие, подлинные, очень теплые, сердечные люди. То, что мы поляки ценим в руководстве Беларуси, в президенте Александре Лукашенко, прежде всего то, что кроме того, что он государственный деятель, беларусский патриот, благодаря ему Беларусь еще существует. Только благодаря ему вы, беларусы, об этом знаете и осознаете это. Но мы вам завидуем, в первую очередь потому, что у вас есть такой президент. Он защищает интересы своего народа и своего государства. Но прежде всего мы ценим его потому, что он настоящий, что он подлинный, обычный человек, что он близок к людям, и это видно по нему, он просто настоящий. Этого совсем нет у западных политиков, завравшихся, циничных и лицемерных западноевропейских, американских политиков. Он просто искренен в том, что делает. Хвала ему за это. Поляки, конечно, не только интересуются и ездят на такого рода парады по случаю Дня Независимости. Кстати, еще раз поздравляю беларусов с вашим Днем Независимости, всего наилучшего от поляков. Поляки очень интересуются поездками в Беларусь, чему благоприятствует безвизовый режим с беларуской стороны. Уровень доверия к СМИ в Польше и Беларуси, конечно, отличается. В Польше мы прекрасно понимаем, что в этих так называемых господствующих СМИ, в частных и государственных, руководят непольские интересы. Там работают в первую очередь наемники, а ни в коем разе не журналисты. Помимо независимого тиража и помимо голосов независимых по содержанию СМИ, среди прочего, мне приятно принадлежать к ним. В польских государственных СМИ, в крупнейших польских частных СМИ управляют ложь и немецкие или американские интересы, а не польские. Поэтому поляки привыкли к тому, что польское телевидение или ТВН, как мы говорим в Польше в таких ситуациях, это одна и та же собака. Мы знаем, что это взорвавшиеся, лживые, режимные СМИ. Разница между польскими и белорусскими государственными СМИ очевидна. Например, то, что мы ценим в белорусских СМИ. В случаях с ковидом и с Украиной поляки в первую очередь смотрели российские и белорусские СМИ, как бы нам их не блокировали Ютубы, Фейсбуки. Ведь с американской системой доступ к белорусским и российским СМИ был сразу закрыт. Особенно после начала специальной военной операции по деноцификации в Украине. Разница между польскими и белорусскими или российскими СМИ принципиальная и очевидная. Именно белорусские журналисты, а также российские журналисты, можно привести в пример Белта. Это лучший пример. Вы – прогосударственное, вы на стороне своего народа. Вы бережете, наблюдаете, вы знаете и вы понимаете, в чем интерес белорусского государства, белорусской нации. И вы знаете, что средства массовой информации являются очень важным элементом игры в войну. Не только информационной войны, а войны между антагонистами. Америка цинично и двулично использует Ютуб, Фейсбук, Твиттер и средства массовой информации. Их телевидение и газеты, чтобы уничтожать противников. Беларусь, Федерация Российская или другие независимые страны, журналисты знают, что должны быть в три раза более ответственными за будущее своей нации, за безопасность и будущее своей страны. Эту ответственную журналистику в Беларуси видно. Каждый белорусский журналист несет огромную ответственность за безопасность государства, за его будущее. Это было видно во время попытки поджога Майдана в Беларуси в августе 2020 года, после победы президента Лукашенко на президентских выборах. Это была огромная ответственность белорусских журналистов. Мы ценим белорусские СМИ за их профессионализм. Мы ценим белорусские СМИ за их интеллектуальную открытость. Я могу рассказать о своем опыте общения с белорусскими журналистами, с журналистами Белта прежде всего. Речь идет о высоком уровне личной культуры, высоком уровне журналистской культуры, журналистском мастерстве, что исчезает резким и драматическим образом на Западе. Эту старую добрую школу журналистики, как и старую добрую школу дипломатии, можно почувствовать и увидеть на Востоке, в Беларуси и в Российской Федерации. За это вам огромное уважение. Хорошо, что есть такая вещь, как Белта. Хорошо, что поляки могут использовать такие средства массовой информации, как ОНТ, СТВ. Мы внимательно наблюдаем за всем здесь в Варшаве. Благодаря вам мы знаем, что говорит Минск. Благодаря вам мы знаем, что говорят Москва или Пекин. Это очень хороший источник информации. Вы можете гордиться собой, потому что вы, белорусские СМИ, создаете это пространство свободы. Пространство, в котором можно выбирать, можно думать самостоятельно. Но крайне важно, чтобы белорусские СМИ продолжали вещать и быть такими, какие они есть. То есть независимыми СМИ, которые знают, в чем интерес белорусского народа и белорусского государства.